Буквально я уснула, через пять минут у меня стало пьяным изо рта и содроги. Температура, рвота, головная боль. С такими симптомами в октябре прошлого года в инфекционную больницу попало более сотни учеников 40-й школы. Двое угодили в реанимацию. Сотрудники Роспотребнадзора быстро установили причину ЧП – столовский обед. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Стражи порядка скрупулезно изучили деятельность индивидуального предпринимателя Анны Векшиной, арендовавшей школьный пищеблок, и предъявили обвинение повару и завпроизводством. Причиной заражения сальмонеллезом, по данным экспертов, явилась сальмонелла, которая находилась в курином мясе, которая использовалась для приготовления пищи и не прошла дополнительную термическую обработку. Если бы тепловая обработка была проведена надлежащим образом, как это предусмотрено технологическими картами, то заражения не случилось бы. Материалы уголовного дела включают несколько десятков томов, и немудрено расследование длиться уже более полугода. Показания потерпевших, очевидцев, свидетелей, результаты многочисленных экспертиз. По словам следователей, обвиняемые свои вины не признают. Отравление детей считают чем-то вроде несчастного случая. Однако, если вина поваров будет доказана, их ждет наказание вплоть до лишения свободы. Между тем, их бывший работодатель продолжает обеспечивать питанием ряд пермских школ. Елена Иговцева, Александр Копысов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова